Татьяна Григорьева на предприятии «Вертекс Брест» трудится 25 лет, ровно столько, сколько функционирует и оно само. Женщина признается, были за эти годы периоды разные, но жаловаться Татьяна Ивановна не привыкла. Говорит, было бы желание, человек может справиться со многими сложностями. Я пришла, встретила подругу и до сих пор Паша. Как-то научились, не знаю, наверное, со временем, с годами. Сложно, ну как сложно, в основном выдержка размера, миллиметры эти, сантиметры. Чтобы дошла до сборки, и люди могли по длине, не мучившись, собрать эти медали. Помимо Татьяны Григорьевой, на предприятии трудятся еще два человека, стаж работы у которых равен четверти века. Все они награждены специальными медалями. Звание ветерана предприятия сотрудники получают после 15 лет добросовестного труда. С последним, к слову, здесь проблем нет, все работают на общий результат. Я работаю на предприятии с 2012 года. Сначала был учеником, затем получил второй разряд. Сейчас работаю, изготавливаю электротехнические изделия. Работаю я, знаю, уже я на многих предприятиях таких же самых работал, поэтому я тут трудностей не вижу. Ну, в смысле, какая-то новая работа была тут, но я ее быстро освоил. Переоценить степень усилий, которые приходится прилагать сотрудникам предприятия ради достижения результата сложно. 75% работающих имеют инвалидность по зрению или нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата. Но серьезные проблемы со здоровьем не причина отказываться от жизни, которую многие не представляют без труда и общения, как бы тяжело ни было. И начиналось, когда предприятие мы создавалось, тогда как раз был переход этого советского времени на другое. И сейчас, в данный момент, тоже тяжелое время во всей нашей стране и во всех странах, и нам тоже очень тяжело. Все службы наши стараются работать, рабочие стараются все, что возможно дают, стараются изготавливать, производить. И, конечно, понимая эту ситуацию, они очень себя ведут спокойно, уравновешенно. С юбилеем предприятия в рамках торжественного мероприятия поздравил человек, который возглавлял «Вертекс Брест» более двух десятков лет. Юрий Вересоцкий сегодня трудится в Минске, но о предприятии помнит и старается всегда помочь и словом, и делом. Он уверен, у «Вертекса» есть будущее, конечно, при условии грамотной и слаженной работы всего коллектива. Я чувствую, во-первых, радость в том, что я вижу тех людей, которые, я говорил, уже проработали 25 лет, 20 лет, 15 лет, 10 лет. Их довольно много. Эти люди, в общем, не уходят отсюда. Они, видимо, уже как одна семья, которая сегодня не может распасться, если здесь друг друга понимают, поддерживают и делают большое дело. И понятно, что мне всегда еще, помимо радости, всегда вселяет надежду в светлое будущее, как я говорил при своем вступлении, что это предприятие все-таки не исчезнет, оно будет работать и дальше. Позитивно настроенный Владимир Селивончик, директор нынешней. У предприятия, специализирующегося на выпуске электротехнической продукции, сегодня серьезная конкуренция на рынке. Но здесь не привыкли отступать перед сложностями. Руководство и специалисты находятся в постоянном поиске клиентов, а также новых видов продукции. Работа на результат, а не для галочки, его и приносит. Вертекс имеет пусть небольшую, но прибыль. И если сегодня не остановиться, не дать слабину, то есть все шансы отметить еще не один юбилей. Уважаемые работники предприятия, коллеги, хочу поздравить вас с 25-летием предприятия и пожелать удачи на нашем нелегком пути, чтобы все у нас сложилось, чтобы все наши задумки, все наши мечты, все наши задания были выполнены.